Новости в прямом эфире. Меня зовут Валентина Божигова. Здравствуйте. И вот о чём расскажем. 13 километров нового дорожного покрытия. На Софийской улице закончили ремонт участка от съезда Скат до Колпинского шоссе. Театр Ленсовета отмечают 90-летний юбилей. Выстрелы из Пушкино-Рыжкино-Бастиона Петропавловской крепости посвятили знаменитому храму Мельпомены. Новые дома для роз, липы, гортензии, рододендронов. Как и где прижились бывшие обитатели сада-трансформера на Исаакиевской площади. Сегодня день преподавателя высшей школы. С праздником всех, кто посвятил себя благородному труду, поздравили губернатор Александр Беглов и глава городского парламента Александр Бельский. Они отметили Северная столица, центр притяжения для высшего образования. В вузах Санкт-Петербурга трудится более 73 тысяч человек. Преподаватели готовят квалифицированные кадры во всех отраслях экономики. Глубокие знания, которые получают студенты, это залог будущего России и укрепление технологического суверенитета нашей страны, отметили руководители города. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт 13-километрового участка Софийской улицы от съезда Ската до Колпинского шоссе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ежедневно здесь проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей и ходит общественный транспорт. Также это одна из самых длинных городских магистралей, которая проходит через три района – Колпинский, Фронзенский и Пушкинский. В рамках ремонта был заменен асфальт на проезжей части, съездах, тротуарах и в боковых проездах. 33 фонаря на набережной Кутузова теперь оснащены светодиодными панелями. Работы по обновлению провели в рамках программы, реализуемой властями Петербурга и Газпромом. Документ ранее подписали губернатор города Александр Беглов и председатель правления компании Алексей Миллер. Сотрудники Ленцвета рассказали, набережная Кутузова теперь стала не только светлее, но и экономичнее. В данном случае эта экономия приблизительно полтора раза. Сами сети, опоры остались прежними. Однако заменена начинка. Вместо натриевых светильников теперь это светодиодные. По словам Владимира Резниченко, в Петербурге до конца года планируют заменить на светодиодные. Больше 25 тысяч уличных светильников уже переоснастили Дворцовую, Английскую и Воскресенскую набережные. Выстрелы из пушки на рыжки на бастион на Петропавловской крепости сегодня был посвящен юбилею театра имени Ленсовета. Знаменитому храму Мельпомена исполнилось 90 лет. Праздничный залп произвел директор театра Валерий Градковский. Мы счастливы, что нашему театру Ленсовета сегодня оказана такая честь в 12 часов начать день в Санкт-Петербурге. Ура! Мы так громко сегодня начали день этим выстрелом, что надеемся, что наш творческий голос будет таким же громким и торжественным. И в последующие десятилетия. Театр был основан группой артистов во главе с учеником Всеволодом Ирхольда, режиссером Исааком Кролем и получил характерное для 30-х годов название «Новый». За 90 лет истории десятки успешных спектаклей в разные годы театр возглавляли Борис Сушкевич, Николай Акимов, Игорь Владимиров, Владислав Пази. На его сцене блистали Вера Кузнецова, Галина Короткевич, Георгий Жонов, Алексей Петренко, Алиса Френдлих, Анатолий Равикович, Михаил Боярский и другие замечательные артисты. Набережная Макарова, Александровский, Юсуповский, Таврический сады – это новые места жительства многочисленных растений из бывшего сада-трансформера на Исаакиевской площади. Как розы, липы, гортензии прижились на новом месте в самых живописных районах Петербурга, узнавал Александр Громов. В идеальной шеренге лип на набережной лейтенанта Шмидта новоселов разглядишь не сразу. Пару новичков выдает еще зеленая шевелюра. Мы также деревья кормили не только корневую подкормку осуществляли, но и через лист. Мы кормили также деревья через лист. На Исаакиевской площади деревья были окружены заботой, переехали в не менее комфортные условия – в самые живописные районы Петербурга. Набережная Макарова, Александровский, Юсубовский, Таврический сады – все это новые места жительства роз, липы, гортензии. Каждый из многочисленных обитателей парка-трансформера уже обрел новый дом. Липовый сад, который был реализован по поручению Александра Беглова, это достаточно успешный проект. Так же самое произошло и с садом на Якорной площади, который был разбит трансформер. Там было, конечно же, гораздо меньше по деревьям, но то же самое, это все высажено в Кронштадте. Сад на Исаакиевской площади, замечают эксперты, оказался одним из самых посещаемых общественных пространств Петербурга. Тут на одной площадке специалистам удалось разместить тысячи растений. Всего здесь посажено более ста деревьев лип, вы видите, более двух тысяч было посажено кустарников. Мы убрали розы, выкопали, перевезли и посадили в грунт. Рода дендроны. В минувшем году, рассказывают эксперты, город буквально расцвел. Качество благоустройства задало новую высокую планку. Мы за весь этот период высадили больше 10 тысяч деревьев, больше 100 тысяч кустарников и практически 5 миллионов 300 цветов. Все службы, все комитеты, все администрации районов, они действительно постарались. Эксперимент с садом-трансформером специалисты признали весьма удачным. Пообещав, северная столица и в будущем году удивит гостей и горожан изобретательным ландшафтным дизайном. Александр Громов, Анис Аглямов, Сергей Улитин и Александр Борисов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. На портале и в мобильном приложении «Единые карты петербуржца» продолжает работу интерактивный сервис «Городской диалог». Это электронная площадка для проведения опросов по разным сферам жизни. Сейчас горожан спрашивают, изменились ли за последние несколько лет в Петербурге условия жизни для людей с ограниченными возможностями. Участие в проекте «Городской диалог» могут принять только авторизованные на портале ЕКП пользователи. Им будут доступны дополнительные возможности «Единой карты петербуржца». В Ленинградском зоопарке преобразился вольер росомахи-марчика. Новые конструкции дают возможность лазать по деревьям представителю семейства куньих. Появился второй ярус, который позволяет марчику обойти вольер как по земле, так и поверху. Есть даже несколько укромных мест, где симпатичный хищник может с комфортом отдохнуть, оставаясь при этом на виду у посетителей. Марчику уже около 15 лет, и теперь есть масса возможностей сделать жизнь милого старичка более насыщенной. Как отмечают сотрудники «Заосада», несмотря на возраст, он любит решать различные задачи в награду «Любимая еда», а у росомахи «Вся еда любимая». Он полностью оправдывает свое латинское название «гала-гала», что означает «обжора». На сегодня это все новости. Приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова